Основная проблема в том, что они прекрасно знают все, что они делают. Они бы не надевали маски, если бы они этого не понимали. Они знают то, что они совершают сступления, знают, что им не о чем гордиться. Дома они, скорее всего, скрывают, а если не скрывают, то объясняют это теми же самыми детьми, как это не прискорбно. И не отдают себе отчет, что это она и есть, это банальное зло. Каждый, принимая идеально какой-то компромисс, в Архангельске идеально компромисс, в Сыктывкаре идеально компромисс, Волоколамский, идя на компромисс в Москве, где угодно, мы оказываемся вот в той тюрьме народов, в котором мы сейчас существуем, где нарушаются все наши общие права. И здесь они сидят, тоже совершенно правильно говорил, здесь они стоят в масках, да, там они будут стоять по другую сторону баррикад против людей в таких же масках, которые точно так же, как они себя сейчас будут оправдывать себя там, потому что власть нас разделяет и властвует. И мы сейчас здесь стоим разделенные и не понимаем, что враг, да, на самом деле, вот при всей антипатии к людям, потому что преступления, да, у преступников есть имена, преступники это всегда конкретные люди, система сама по себе не виновата. Но разделили нас по стороны баррикад люди, которые сегодня сидят в Кремле, и мы вместе должны это сегодня понимать, что нашу страну в Архангельске, в Волоколамске, в Москве, я не знаю, в Хабаровске, в Владивостоке отравляют конкретные люди. И не нужно этим людям служить, да, вот вы тут такие большие, сильные, посмотрите, против кого вы стоите, вы посмотрите, там женщины, каких-то молодых ребят, студентов, они отважнее вас, они отважнее вас, потому что они не прячутся за маской, и они отважнее вас, потому что у них хватает смелости выступать не на стороне преступного режима, а против сопротивляться ему. Вот это у меня вызывает уважение, вы у меня вызываете презрение. Спасибо.